Взрыв 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 Да прибудет с вами Сила, дорогие друзья! Продолжаем рассматривать существ из вселенной Звездных Войн. Сегодня на очереди Айва. Айвы. Китообразные амфибии, жившие на планетах Камина и Набу. Их главные органы передвижения могли служить и крыльями, и плавниками, позволяя с одинаковой легкостью как плавать, так и летать. Иногда унизительным прозвищем Айвова пожива мандалорские тренеры и их подопечные клоуны Джанго Фетта называли каминанцев. Эти величественные животные семейства китовых водились в бурлящих океанах планеты Камина. Их с большим успехом приручали аборигены. Гунганы, жители Набу, одомашнивали Айв и использовали их качество верховых и вьючных животных для перемещения по воздуху и военного дела, разведки и бомбардировки. Айвы хорошо плавали. Оттолкнувшись от большой волны, они могли взлететь и продолжать путь по воздуху. Айвы и подобные им существа обитали в нескольких мирах, включая Набу. Здесь они жили в стручках, питаясь живущими на поверхности крыльем и рыбой, плавающей в огромных озерах планеты. Подобно остальным китообразным, они фильтровали пищу сквозь специальные пластины – китовый уз. Одной из особенностей строения организма этих китообразных была их водно-сосудистая система. С ее помощью звери изменяли свою относительную плотность. При погружении на глубину их губчатые ткани поглощали воду. Если возникало потребность взлететь, айвы вытесняли воду из организма и таким образом уменьшали свой вес. По поводу происхождения айв на Камино имелось несколько предположений. Одни считали, что звери были импортированы туда с Набу, другие же считали, что местные китообразные были результатом процесса клонирования. Компания «Тяжелое машиностроение Ротаны» поставляла айв империи Палпатина для его пехотинцев. Цена на обычные животные составляла 45 тысяч кредитов. Более крупные особи стали еще дороже. Слово «Айва» является искаженным словосочетанием «воздушный кит». В справочнике по дополнению Star Wars Empire at War Forces of Corruption их называют именно воздушными китами. Во вселенной «Звездных войн» айвы существовали в той или иной форме на протяжении более 30 лет, но появились на экранах относительно недавно. Иллюстратор Ральф Маккоури создал концепт-арт летающих китов для эпизода «Империя наносит ответный удар», где они должны были стать местными животными Беспина, но стали жертвой ограниченного бюджета. Затем в качестве транспорта они должны были появиться на планете Сайсман – Возвращение джедая, но в конечном итоге были заменены более практичными парусными баржей и скифами, а сама планета и вовсе не вошла в финальный вариант фильма. Поэтому айвы хотели вывести в призрачную угрозу как гунганских ездовых животных, но снова исключились в финальной версии. Они попали на большой экран лишь в атаке клонов. Изначально задумывалось представить их как возможный транспорт джианазийцев, но в конечном счете они стали дикими животными планеты Камино. Айвы имеют явное сходство с альдерианскими трантами и с небраями Ругаса из Балмранского пути, однако нет официального подтверждения биологической связи этих трех видов. Организмы являются неразумными. В росте достигают от 2 до 3 метров длиной от 8 до 10 метров, в размахе крыльев до 11 метров. Цвет кожи синий, серый или зеленый. Шерсть отсутствует, цвет глаз черный. Планета происхождения Камино-Набу. Ареал обитания Океан. Рацион Криль-Рыба-Водоросли. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!